Рэвитанне стратегичные жэлжыки, вы чуете Алексея Халецкага, и гэта значыть, что мы будем гулять у цивилизацию. С новым обновленьем, с новым патчем, але у сетеве, с другими гульцами у циву. И зараз я отключу свою беларускую мову и начну говорить уже, чтобы вы меня немножко понимали. Итак, наконец-то сыграем с случайными цивилизациями, правда по превьюшке вы поняли, что мне достанется Германия, ну а смысл держать интригу, если она через пару минут уйдет. А вот что у остальных будем выяснять по мере прохождения. Партия на десятерых, карта континенты, какие-то убер цивилизации мы естественно забанили, чтобы они случайно не выпали. Также включили режимы варварские кланы, монополии корпораций и случайные деревья технологий социальных политик. Во всем остальном обычная партия. Напоминаю, что спонсоры канала, по идее, все серии должны увидеть сразу во вкладке сообщества. Спасибо им, кстати, за поддержку большое. Для всех остальных они будут выходить раз в сутки. Ну и традиционно прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров и от оскорблений участников партии. Приятного вам просмотра! Выпала Германия, отличная цива. Единственное, что я смотрю, место странное. Ну понятно, что надо на побережье ставить. Три рыбы в принципе неплохо. Я зашел. Ну тут. Давайте поставим. И, наверное, блин, сверху пустыни я уже вижу. Не очень приятно. Давайте я, наверное, наверх пойду. А, одна клетка пустыни. Ладно, это, кстати, может быть и неплохо, я смогу пирамиды, например, построить, так? Так, ну с разведчика начнем. Да, камень надо в первую очередь обрабатывать. Есть камни. Есть у нас мед. Корпорации на меду, если что, будем ставить. Так, международная торговля. Я сразу 4 очка эпохи получил за то, что континент нашел, кстати. Это мы сразу на пересечении двух континентов находимся. Это можно как-то использовать будет карточками. Ну, животноводство. Ну, пока так, слушайте, а для меда что нам надо? Как раз животноводство. Кайф. Кстати, очень неплохо. Очень неплохо. Ну, в принципе, го. Ну, давайте пока там люди грузятся. Германия, во-первых. В первых, дополнительная ячейка военного курса будет. В связи с тем, что ремесленники сейчас военная карточка, это еще лучше становится. Во-вторых, 7 боевых мощей против атаки городов, при атаке городов-государств. Это если мы захватывать решим, если будут рядом кинуть города-государства дополнительные. А так как мы играем с воровскими кланами, то они могут быть лишние. И мы сможем их захватить. Каждый город может посмотреть на один район больше, чем обычный. Это тоже очень классно. Счастливое население. То есть, вам не надо ждать каких-то районов. Субмарина хороший юнит. Он дешевле производства. И плюс 10 к боевой мощности сражается на клетках океана. Тоже очень неплохо. И Ганза. Один из лучших уникальных районов. Вместо промышленного района. Плюс 2 к производству за каждый соседний коммерческий центр. Надо учитывать. То есть, это ромашка. У немцев ромашка – это всегда коммерческий район и Ганза. Обязательно. У Германии. Потому что плюс 2 от коммерческого района. Ну, другие районы не дают такой бонус. Другим цивилизациям. Ну, тот же Акведук, каналы Дамбы так и было. Плюс одно производство за соседство с ресурсами. Плюс одно... Ну, тут самое главное – соседство с коммерческим районом. То есть, ромашка, Ганс у Германии. А, тут все-таки дофига пустыни. Ну, то есть, вверх мне селится, похоже, бессмысленно. Там какая-то, видимо, цивилизация пустынная. Должна быть может какой-нибудь Мали, Нубия. Как у нас еще Аравия, может быть. Но три рыбы, кстати, неплохо. Есть горы. То есть, какой-то... Какой-то... Сразу, наверное, начнем этот лагерь бомбить? Может, сразу купить в нем юнита? 47 золота. Ну, подумаем, да? Пока все норм. Ну, не очень мне на мое стартовое место нравится, прямо скажем. Не так тут много производства, как хотелось бы. Не вижу пока, как ромашку ставить вот из-за этих гор. То есть, пока предварительно где-то здесь, наверное. Ну, тут надо еще смотреть. Сейчас скаут появится. Посмотрим, что у нас внизу. Наверное, давайте сразу еще одного скаута. Не будем откладывать дело в долгий ящик. И сразу в очередь строителя. У нас сейчас вот эта клетка должна присоединиться следующим ходом. Следующим ходом два жителя. Как раз оно будет обрабатываться. Все намного быстрее будет строиться. Пока атакуем. Я атакую, постою, полечусь. Через пять ходов можно будет принять плюс пять путеварваров. Рейн. Так, а как пустыня называется? Эль Джув. Так что, я думаю, что Аравия тут ну, такое арабское наука. Или Малик, кстати, тоже может быть. Между прочим. Так, все верно. Что-то ни одной руинки пока не найдено. Ну, этим скаутом, естественно, сюда побегу. Смотреть. Тут, блин, поймы. Ну, не очень мне мои места пока стартовые нравятся. Прямо скажем. У нас тут были проблемы. До этого мы запускались. Мне Америка выпала. О, вот там места были. Я вам хочу сказать. Ну, Германия тоже хорошая. О, может убить можно. Там, по идее, дуболом куда-то свалил. Он меня точно не убьет. Давайте добьем. Отлично. И доступно повышение еще сразу. Кайф. Если он не вернется, то я разграблю просто этот лагерь. Блин, я сюда кликал. Это прикол. Ты за лаговцы. У вас как? Что? Примерно так же. Так, давайте горное дело. У меня получше. Хочу медь еще обработать. Я построю. Так, гонжинация хуже. Да, да. Ну, надо обработать медь, камень и лошадей. Все хорошо. Ну, можно вместо лошадей, кстати, овец. Это тут не важно. И глаз Сахара на месте. Вот тут хреново. То есть, видите, кампус на плюс 3 не ставится. Кайф, да? Не, он вернулся, значит, надо прокачать пока. Так, ребят, давайте немножко отвлечемся от силы, потому что компания Solid Me прислала мне посылочку с беспроводными наушниками. Давайте откроем и посмотрим, что там. Компания Solid Me предлагает широкий спектр компьютерной техники, современных гаджетов, электроники и бытовой техники от именитых брендов, таких как Samsung, LG, Apple, Xiaomi, Dell, Asus, Lenovo, Acer и другие. Доставка по Евросоюзу совершенно бесплатна в течение 7 дней. Поддержка клиентов в течение всего гарантийного периода. Возможность оплатить покупку покупателю удобным способом, банковской картой или PayPal. В посылочке оказались беспроводные наушники аудиотехника. Я их засунул в мои нежные ушки и боже, какой чистый звук. Спасибо большое компании Solid Me. Ссылка есть в описании к этому видео. Заходите, заказывайте, покупайте и наслаждайтесь звуками вьетнамских слонов через беспроводные аудио наушники, как и я. А если вы воспользуетесь промокодом ХАЛЕЦКИ, как это пишется, вы видите сейчас на экране, то получите еще и 5% скидку на покупку. У меня нету шоколада. О, Руинка, отлично. Наконец-то. А глаз есть? Мне кажется, у Чири не даже два. Аж я не захотел. Чири не мутант? Или я не... Биполярный очковый медведь. Нет, это очко Шрёдингера. Оно то есть, то нет. Такое. Ломаем. У меня вообще какая-то дичь старт. У меня вроде норм, он вроде норм, но я просто в горах. Бедно шли закроет окружено. Главное, не проговоритесь про нацию, пожалуйста. Да, вот тут еще жалко появление лошадей, что они там появились. Блин, ну и где тут Дунай? Ну, Дунай может быть и немецкой рекой, но и венгерской. Да блин, Дунай, он почему по такому количеству стран течет? Неужели Венгрия сверху? Ну, то есть тут, скорее всего, Аравия или Мали, опять думаем. Так. Значит, мощи и удвоенный опыт разведки тут на пантеоны. Ну, за что-то не хочу я его пока бить. Тем более, это болото дает минус к защите. Так что... А, слушайте, ну тут... Блин, ну для Ахина нету. Андр, здравствуйте, я уже испугался. Александр, привет. Так, ну он тут, наверное, далеко. Хотя... Спасибо, кстати, что спалил меня. Спасибо. Я говорю, ты меня не бойся, я мирный Ганди. Хорошо. Алексей, походу... Это не Алексей. Как ты определяешь, что это я или не я? Да что-то я... В прошлой игре на этом были... На американцы. Это похожие границы. Ну, между другая уже цивилизация, возможно. А может быть, и американец, кто знает. Так, начну с камня. Не, вообще мне надо камень, мед, а потом... Какое чудо. Туда. Или блин, камень, мед. Просто... И это все ускоряет. Вы где находитесь? Далеко. Ася, просто так встану, пускай меня атакует. Девять летков. Ну, я бы сюда какой-то город поможет. Прям, блин, надо думать. Ну, короче, сразу говорю, я вот там, где сейчас твои разведчики стоят, собираюсь ставить город и левее. И там, может быть, еще... Устроил вею даже не... В смысле, а как я устроил? Я где-то чудо нашел? Подождите. Левее, Нин, ну... Короче, я сейчас разведываю и потом посмотрим. Вряд ли. Или я нашел чудо? Нет. А как я ускорил астрологию? Это что, мне... Разве руинка дала? По-моему, она ускорила какую-то... Мистицизм руинка ускоряла. Почему у меня ускорена астрология тогда? Я больше кати руинок не находил. Странно. Я нашел одну руинку, которая ускорила мистицизм. Что-то я не понял. Что-то непонятно. Так, хорошо атакуют. Ух ты. А вот и чудо, кстати. Ну, тут надо что-то подумать. Кларель Вен. Ну, я увидел, короче... Я, кстати, его первым нашел. Я буду селиться ниже. Первый с цивилизацией. Здравствуйте. Клеток на 7 где-то ниже. Так, ну мне надо эту будет клетку купить, обработать. Просто хорошая штука, нахуй. 11-й ход, а я уже почти в золотом зеке. Я просто в другой стороне, как бы там не особого есть. Так, отсюда мы, видимо, пойдем. Тюрингенский лес. Есть, но... Но я бы хотел... Тюрингенский. Или тюрингенский. Тюрингия. Тюрингенский. Смотри, я тебе поставил метку, куда я планирую. Да, да. Я тебе не сильно порежу на этом? Не, нормально. Примерно на этой линии. Я думаю, лучше овец обрабатывать или медь. Наверное, все-таки овец, потому что это будет и еда, и производство. А, ниже там и места нет. Смотри, Андер, вот я метку кинул, где я хочу город поставить. О, Руинка. Ты когда метку выбираешь, поставь не для себя метку. Я знаю, я так и сделал. Так, надо добить этого скаута, чтобы он не начался. Не, вон, потому что сам меня точно не будет атаковать. Ладно, сейчас. Какой очень интересный момент для города? Три. А если-то сейчас, видишь, он 7 ниже, то есть столица. А так. А, крича, ну все нормально, значит, оставим. Так, здесь мы уходим нафиг. Ну, не знаю, пока ничего не могу тебе сказать. Ладно. Может, сказать, этот... Не, надо все-таки скаутом забирать. Вот тут хорошие места. Спасибо. Главное, чтобы там никого не было с той стороны. Тут вот где-то Египет, поэтому мне, пожалуй, стоит вот эти места как-то исследовать. Если бы все у меня... Тут еще, знаете, чем хороша пустыня? Что вот этот сосед пока не пойдет сюда исследовать. По пустыне неинтересно. Там ты ничего ставить не будешь. Ага, сверху уже тон, но все-таки сверху никого не будет. Население плюс один. Это кайф. Это кайф. Какие тут горы интересные тоже. Так, ну, пожалуй, вернемся. Хорошая у тебя столица. Блин, так мне посело... Блин, мне надо все-таки скаутом сюда бежать. Мне надо посело как-то защищать. И, блин, может, мне его сюда исти. Может, наоборот, этим скаутом. Тут хорошее место, но... Мне не на озере ставить. То есть я... Ну, на нефрит тупо. То есть мне надо где-то вот здесь ставить. Прямо рядом с глазом Сахара. Ну, это же... Понимаете, сколько будет идти? И вот тут надо посмотреть, что. И, возможно, на этом озере где-то вот тут поставить город. Но пока не надо вот этим скаутом бежать. Смотреть, что там и поселом реально... Члени, а в чем задумка именно там город ставить? А не левее, например? Ага, там скауты... Вот про то, и не верят. Очень... Египетский. Слышишь, Египет? А чего у баскаута в мою сторону? Где, где? Тебе больше нечего исследовать? Типа левее Египетермалки? Да. Я не услышал, что там Египет ответил. Я вообще не знаю. Получилось, что два бегают в той стороне. Так что только один... Смотри, тогда как бы если я поставлю туда, то у меня вообще будет промзона, считай, на ноль. А так я получу единичку науки как бы еще и... Блин, идти мне вверх или... Ну будет удобно, я дотянусь до всех клеток, во втором радио все быстрее. Давайте же тогда наверх пойдем. Ну, в принципе, да. О! Это... О, и Буэнос-Айрес первый встретил. Ну вообще, ты видишь... Знаете, раньше, нельзя, работает ли бонус в Буэнос-Айресе или нет способностей. Тормалки до очень поздней стадии игры бесполезны. И 2-1-1, ну, не стоит жителя. Ну да. В портоне вот этот такой старт, что лекарь-то он сейчас колистиком дергает и только подожди, не забывай куда в втором ради города. Египет, а чё ты так далеко ведешь? Свощи национальными. Хватит, да. Тебя уже спалили. Так, да. А, это я спалил, да, точно, сорян. Так, национальными спалили уже. Шестое племенное поселение. Так, Александра, предложение. Тут Раннюю Империю можно пока отложить. Мастерство. Что у нас со священным местом? Везде плюс один, да? Есть какое-то соседство вообще, шанс? Ну, здесь пустыня, конечно, но её маловато для того, чтобы... Ещё разведчик. Ну, тут разведчик бегает, там бегает. Наверное, этого всё-таки туда отправим тогда. Блин, хочется и религию, на самом деле. Ладно, одного прачника сделаем. Вообще, я бы рабочего... Вообще, рабочего можно и купить. Ну, я бы, наверное, вот сюда ставил. Тут выглядит неплохо. Так, Ранняя Империя, соседство поселенцев. Давайте... Производство... Так, один ход. Давайте всё-таки Раннюю Империю открываем пока. Чирини, здравствуйте. Не знаю, я не хочу пока нигде священное место ставить, потому что плюс один как-то меня не радует. Может, без религии в этот раз? Давайте прачника ещё. Не знаю, кого я встретил по нику. Не помню. Билайн. Джокер Виктор Дудка. Фундила Ал Айр. Билайн. Фундила. Это что? Это Фундук. Как Фундила? Познакомились. Он Фун... Фундила Ал Айр. Я не знаю. Это кто Фундила? Ал Айр. Слышишь, а Фундила слышу. Фундила Ал Айр, караху. Компрен, голик. Давайте вот... О, тут у нас... Молочко, а ты вообще далеко отсюда? Вообще... Очень далеко. Я надеюсь, просто это мои места, типа... Имп, здорово. Смотри. Ну, я далеко. Я далеко, короче. Что-то под клеткой 15, наверное, будет. Есть руинка. Ну, я в Золотой Век вообще, походу, без ничего выйду. Без всяких... Блин, тут как бы хорошее место. С одной стороны, пустыня. Была бы Наска в игре, например, хотя бы. С другой стороны, Петру можно попробовать. Даже не знаю. Ну, и Пантеон примем, да? Это плюс одну еще очко. Мне не хватает 4 очка сейчас, да? Да. Руинка. То есть... Пантеон. Одну очку, руинка. Еще 2. То есть, мне 2 очка. Не хватает до Золотого Века сейчас. 13 ходов. Просто стопудово выход. Сейчас посмотрим, куда я сделаю. Разбираю его бежит. В этих варварских поселениях, в их названиях. То есть, оно что будет спавнить? Вот, например, заходящее солнце. Будет спавнить... Сочнее, не знаю. Сочнее, не точно. Закаты. Смотри, в каких юнитов она предлагает. О, еще плюс население. Кайф. Так. То есть, если предлагает квадрилем, то скорее всего он будет на море. Дарвил, здорово. Души. Что-то вы вместе с импом с одного места вышли. Да, да, мы вместе. Долгый упор. Ну, вот, собственно, вот и Золотой Век практически. Еб, ты можешь передвинуть город ближе к столице? Что ты очень точно золотой век? Место. Теперь точно Золотой Век. Так. Там вода уже. Мне некуда уходить. Ну, следующим ходом я ускорю ранее... Давайте, наверное, поселенца начнем. Я поставлю карточку на поселенца. А, нет, я не поставлю, потому что вера еще нужна. Стоит ли мне тогда с поселенцем, бля, спешить? А, как бы, оттуда ты ведешь, там ничего нет. Давайте лучше монумент тогда построим. Амбар тут не нужен пока. Хотя тут бы и строитель не помешал. А вот строитель я бы купил, пожалуй. Да, да, вот я туда и говорю. Это дур... Нет, дайте что, давайте строители. Не, ну американец, это война чисто, как бы, упорка на все. А все-таки американец, да? Согласен, я бы не простил. Это действительно грязь. Да-да-да. А что сделал, поселенца захватил? Нет, он пришел, поставил город, хрен с ним в упор, но он еще и клетки выкупил. Я не знаю, дружить с Челлинией, чем не Челлиния, афундила, или кто, не знаю, кто это вообще. Ильяндер. ДР-Сера. Так, ранее империя ускорена. А, я не могу карточку поставить, блин. И надо же... Ищели не воевать, не ущерство продолжить. Я не воевал один раз, мне не понравилось. Что, ты там далеко? Это ДР-Сера, спрашивай, да? Ну да. Ну, приличное расстояние. Давайте по тропическим лесам еще. Я тебя не подсерял. Я тоже в трех веках из столицы. А вот и золотой век. Все подтвердят. Просто выкупать было не очень красиво. А, слушай, тут никого нету. А в честь кого это тогда названо? Я так понимаю, ничего не было сказано. Ну да, это человек не понимает. Слушай, ну я тебе вчера уступал, 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 уступал все ресурсы. В итоге ты и выиграл. Ну сегодня же новая игра. Что ты мне вчера уступал? Кофе я тебе вчера уступал. Да забирал бы кофе, типа там. Я его не выкупал очень долго. Ну мы с тобой договорились, что ты... Так, что мы тут видим по поселенцам? А, тут не видно престижа. Вот тут кто-то, да, у нас? Странно, так, надо быстрее забирать. В лагере Воролл заспавнился, Войн Орел. Конечно, что же еще могу заспавниться? А, поставил... Вот швед хреново город поставил. Витя, витер не влазит к глазу. Я был обороны таран и мечники. Я барбарского тарана на Айновном острове на всю жизнь напомню. Блин, ну это хреново. Ну ты где мне тут теперь город стать? У меня даже нету просто места нормального, да? Сюда что ли везти? Да. Смотрите, пожалуйста, своего разведчика. О, тут же бегал скаут египетский. Я думал, он отсюда вышел. Кстати, вот тут-то город неплохой. Мне кажется, куча гор, но тем не менее. Ладно, давайте поселенцы все-таки уже строить без карточки. Я все понимаю. Не знаю, как я так быстро набрал для Золотого века. Как обычно, это все такие проблемы. Здесь. А есть возможность в качестве стрима чуть-чуть приподнять, а то пиксели немного? Это максимально то, что я могу. А, тогда ладно. Кстати, он на тут смотрящих стрим наберется на отдельную партию. Ну-то они предпочли что-то смотреть вместо играть. Ну, нет. Мне, например, завтра на работу в 6 утра вставали. В 3-х на Казахстане как-то не очень прикольно. А умеющий древа завтра, так что я не могу. Сидеть до 3 ночи. Не могу не согласиться. Ну, швед. Артемида. Швед жадно поставил. Так. Что в итоге? Что будем брать? Что с престижем, например? Ну, у немца не будет много престижа по-хорошему. Так, давайте сначала выберем, куда дальше исследовать. Орошение нам точно не надо. Хотя обработку бронзы. Давайте в обработку бронзы. Тут нам... Ну, вообще есть где ускорять, если что. Индус, а ты сосед у престижного Амера? Так. Может все-таки соседство эти заклетки пустыни взять по приколу? Спойлеры. Священные места тропических лесов. Ты соседа? Тоже, кстати, возможно, но пока нет. Ну, я не могу. И жили я города. В болотох, азисях и поймах реку. Давай у него, ну, нападем оба на него. Ну, подожди, у меня этого нет. Кромлихе можно. Ну, как бы так камни. Ну, я только у столицы камни. Можно его поделить просто. Вспомни Болонию. В принципе. У тебя там все, совсем некуда селиться? Короче, легенды пустыни возьму. Не, ну это просто... Мне придется ставить города в пустыне стопудово. И за счет... И именно в этих городах я буду ставить священную говнина. И за счет этого соседства они смогут хоть как-то развиваться. За счет соседства от городов-государств. Стоунхенш кто-то построил зачем-то. Я считаю, что все еще, что трата... А, блин. Клайн-то снова пытается ставить часа. Я с открыл море, клади, почему у меня... А, вот. Так, давайте думать, куда этого посела я поведу в первую очередь. Но я бы вел сюда тогда, раз я взял соседство от пустыни, то есть это будет... Что линия, у тебя специально такая графика стоит плохая? Не. Такой не правильный графику ставить, это там у него значит с интернетом что-то или у вас там с интернетом плохо. Не понял, спасибо. Дискорд это вроде не стрим. Вообще, Дискорд обычно не позволяет меньше... Точнее, больше 720, если ты не премиум. Чирини, ну посмотрел я твой стрим, чё, это город, это не столица даже твоя. Второй город, как и у меня. Но все равно, то есть... А какую-нибудь клетку ты мог вместо тех же лошадей-то там? Зачем выкупать тебе вот эту клетку джунглей, типа? Так, а они кого-нибудь еще встретили, тут где и нас должно быть 5. Но они больше... А, нет, вот Египет еще кого-то встретил. Значит, кто-то тут внизу еще есть, видимо. То есть, у нас как бы континент, соответственно. Ну, из тех цивилизаций, что я вижу, у меня самая лучшая имха. Но у меня, правда, место мне не особо нравится. Может, пока... Стоит ли нам в обработку бронзы как-то спешить? Не стоит. Так что я Рошене следующим ходом отменю. Тут бы я вот так пока... Ну что, я поведу... Так, давайте мы тут просто с Египтом договоримся, где я поставлю город. А где я его хочу поставить? Давайте я ему скажу, что я хочу... Если еще индус, мне нужен только его один город, и все. Да и вообще, вот, даже, чтобы он сломался. Александр, смотри, посмотри на метку. Я вот тут хочу город поставить. Что? У тебя там лезет где-нибудь? Да, когда ты выйдешь, юниты нужно идти. Ты уже дружка закончится. Слушай, ну реально, в прошлой игре я вот не выкупал клетки. Они в итоге, все клетки по нашим границам ушли к тебе. Ну это культурный, это культурный был захват топа клеток. Ну, поэтому я сделал выводы, что у тебя сейчас тоже будет культурный захват, и его... Слушайте, может тут постоять, что где появились тут варвары на всякие пожарные? Какие это... оставить типа и молча типа выкупать, это такое си... Я человек, я человек, я человек, который всегда договаривался. У тебя там столица все-таки. Чилинию раскричался немного. Ну, я тоже не люблю, конечно, когда так вот ставят город и... А, то есть у меня тогда туда не влезет, правильно я понимаю? А... А можешь вот, например, вот здесь поставить? Вот так. Я не буду ту пряность выкупать, если ты хочешь, прям именно пряность себе. Блин, я испугался, что Россия приехала тут в таких цветах. Думаю, перед страной вроде банил Россию. Молочко. Да, здравствуйте. Аристократ, привет. Настя, ты, 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 ты. Наверное, все-таки наверх хочу сначала... Да, Эрхер. Можно как-то по-другому. Мне... Нет, континенты у нас. Можешь меня Danil называть? Вот, да, нет вообще. Смотри, я-то метку поставил, мы с тобой влезаем сюда или нет? Так, вполне. я ниже не буду лезть ты нашел слонов индус сюда вот и все и я туда наверх не иду пока я понял ну то есть тут как раз такая буферка зона будет да 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 так я мирный договориться можно обычно со мной всегда ну расселяться надо меня нету веры на покупку поселов надо просто еще строить в ахине и все это же не знаю может магнуса и так жалко его качать на снабжение честно вам скажу вообще может трудовую повинность открыть и с другой стороны ограничения как-то храм артемиды швед все-таки построил защитимся и так сейчас не могу сообразить мне кажется лучше где-то здесь пост или туда выше в любом случае и так давайте вот так пока пойдем там решим когда дойдет посел нормальный тут гору шведа отойти а это что групп грузии уже тут ты мне не дашь пройти до до него еще где метку заказать метка стоит города и жне и не разведчик просто нет так ну я вот тут не разведал нифига так вот обойду сейчас и тут по идее турок должен быть я так понимаю ну в принципе это логично для шведа тут последнюю столица в четырех клетках хилсенбург для того чтобы оба апельсина получить это обалденно варвары поселить прямо рядом со мной круто песчаный змей хорошо не кожаный змей слабые извержены тут еще и будет улучшаться клетки надо кати подумать я не знаю стоит ли прямо на реке ставить только же плюс 3 но рядом или не сможешь с кампусом удовольствием да но ты была блин условия куча места куда можно поселиться правда но хочешь я тебе и лошадей буду поставлять всю оставшуюся игру да у египта тут грузин уже близко так не надо вот эту территорию открыть лошадей на самом ходу по я не вижу просто дальше куда мне расселяться ладно давайте магнуса на на то чтобы не уменьшалась количество жителей от поселов через четыре хода сейчас у меня закончится сейчас уберется конечно жить я хотел на пять вырасти то хин а дальше так надо рабочего купить в ахине трудовой принц через два хода поселение через 5000 магнус через четыре хода сядет сейчас разведчику во русских дуболу заберет грузия аристократ предложение сюда как-то не получается у нас сохранять у нас нет варианта больше чтобы меня подждут ваш согласен надо сносить потому что он тоже поставил рядом со мной город свой индус что значит поставила рядом с тобой город ты поставил метку где-то собираешься город ставите те сказал тогда дальше налево не сидеть я поставил свой город четырех клетках от твоего второго города я не знаю клетках от твоей столицы клетках от моего города в двух клетках в пяти клетках от столицы до столицы пять лет это нормальное вселение но я бы не сказал это целиться это нормально личное расселение такое давайте наверное здесь прачников тогда я священное место открыл да лохор по моему лояльность дает а нет можно покупать уникальный юнит за веру не хангов нужно покупать за веру ну тут можно подумать кстати блин нас тут реально столько что смотрящих можно запилить вторую ффа на восьмерых вот и андер так может я поставить вот прям где я сейчас стою кэши до 3 серебра не дотянуть ну пустыне у меня будет достаточно тут еще петру можно будет вот здесь поставить пусть и давайте здесь так что со священочкой хорошо сейчас монумента все-таки начну буэнос-айрес разобрался с этим лагерем кайф хатусу первым встретил тоже кайф а да к сожалению не пиксели на стремя а китайский язык а у тебя китайский язык чили не готовится к будущему молодец когда китай захватит весь мир играет по аутентичному играем за китай значит на китайском языке так я вот думаю сюда мне вести или все-таки тут ставить хоть и ничего что один игроку партии смотрит стрим а кто там смотрит стрим из игроков партии хреново конечно запуская стрим надо быть к этому готова не наверное все-таки сюда поведу сначала надо вернуть не в эту токать могу стоять так трудовую повинность качаем магнус она без пингалы но опять мне нету смысла пингал если я буду много поселенцев строить я просто будет уменьшаться население и пингала меньше будет бонусов давать чем если бы у меня рос чем и семя будет расти город благодаря восточнее шанду в 10-15 так давайте военная традиция нам пожалуй пока не нужно тут ведь будем менять это оставляем да вот тут я хочу создание юнитов поставить и в слушать америка не может пантон на престиж брать да почему не может просто вот конечно очевидно что кто-то его взял раз это его найти не можешь тоже его видео а у америка этот как его тот который клетки за престиж до имеет этот так который умеет тот который у меня в прошлой игре было их факт на этом пока все спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных она появится завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте умные игры и всем пока